Во дворе раздавались звуки музыкальных инструментов. «Да это же наш собственный оркестр гномов!» – рассмеялась Нора. «Совсем забыла. Сегодня вечером зажгут гирлянды на рождественской ёлке. Оркестр репетирует вечернюю программу». Скоро оркестр заиграл в полную силу. Хельга растягивала меха гармонии, Вэлли Йоханнес Скарл бренчал на гитаре, Атура Стамеска дергал струны контрабаса. Агрикола играл на ударных. «Барабан!» – опередила Нора. «Этот странный звук издает барабан!» «Пам-парам-парам-пам-пам!» – звучала веселая барабанная дробь. «Но не барабан, агриколы!» «Пам-парам-парам-пам-пам!» Веселая музыка проникала во все уголки рождественской деревни. Трудолюбивые гномы забыли о своих делах и все поспешили танцевать. Санта-Клаус и его жена так лихо вытанцовывали, как будто их валенки сами пускались в пляс. Но когда веселье было в самом разгаре, чуткий слух Норы и Вилли уловил звуки другого, совсем другого таинственного барабана. Тум-тум-тум! Остальные гномы ничего не заметили. «Кажется, это со склада подарков!» «С чердака!» – предположила Нора. «Ну-ну, пойдем! Сейчас мы все выясним!» Дети побежали на склад. Они так и не увидели, как Санта-Клаус завалился в сугроб. Хельга сломала гармошку, а Вэлли Карл порвал на своей гитаре струны. Ох-ох-ох! «Что же это за странный звук?» – шептал Вилли. «Может, это всего лишь дятел, который лишь просто долбит по деревяшке своим клювом? А может, и не надо нам туда идти?» «Ты что боишься?» – тихо спросила Нора. «Нисколечко!» – выдавил из себя Вилли. «Так, может быть, тогда пойдешь впереди?» «Ай, час от часу не легче!» «Злюка-крюка-закорюка!» «Эти, эти, эти малявки идут сюда!» «Эх-эх-эх! Лучше не высовываться!» «Барабан под мышку и где-нибудь затаится!» Как только дети выглянули из люка на чердаке, все было спокойно. Но под слуховым окном они заметили снег. Так-так-так, прямо под слуховым окном. Однако Нора захотела еще проверить чердак. «Кто-то выбрался отсюда наружу!» – сказал Вилли. «Спорим, что совсем недавно. Кто же, кто же здесь с нами играет в прятки?» Вечером все гномы собрались на деревенской площади отпраздновать Малое Рождество. Санта-Клаус закашлялся при попытке сказать речь. «Хе-хе-хе! Апчхи! О-хо-хо! Ну, добрые гномы! Пришла пора зажечь гирлянды на праздничной елке и отметить «Апчхи! Рождество уже у наших дверей! А мы уже почти готовы отправиться к детям! Короче говоря, давайте зажжем огни на праздничной елке и начнем праздник!» «Хе-хе-хе! Мы это заслужили!» Санта-Клаус нажал на выключатель. Гномы просто ахнули от восторга. Елка предостала перед ними во всем своем великолепии. «Начинаем праздник! Ура!» кричали гномы. Оркестр принялся играть. Кружки наполнились глинтвейном и в кромешной темноте зимнего вечера огни на праздничной елке. Праздник в рождественской деревне продолжался. В этой суматохе Санта-Клаус обратил внимание на нору и вилле. «Вы чем-то обеспокоены? У вас какой-то совсем нерадостный вид!» «В последнее время творится что-то неладное! Кажется, кто-то хочет досадить нам!» «Досадить! Хе-хе! Не может быть!» «Кому нужно нас беспокоить, да еще накануне Рождества?» «Пойдемте лучше посмотрим, какие подарки гномы-мастера приготовили маленькому векаре». Юха сказал, что подарки уже в конторе. «Ну, идем!» «Согласились Нора и Илья». «Да, это подарки действительно ему понравятся!» «Они все великолепны!» Вздохнул Санта-Клаус. «Я точно не смогу решить, какой из них самый подходящий!» «Послушайте, как мы могли забыть, ведь в компьютере Барты Бит собрана информация о всех детях мира. И там мы могли бы посмотреть, чем увлекается векара. И тогда решить, какой подарок лучше ему подарить. Ура! Точно! Идемте живо к Берте! Скоро все столпились вокруг Берты Бит, сидящей перед экраном компьютера. «Валтери, Вио, Вейка, Вейтика, Века, Векали, Векси!» Читали все в один голос. «Векара! Вот он!» «Но что же это значит?» «Недоуменно спросила Берта». «База данных утверждает, что есть только один человек с именем Векара и что это взрослый человек в возрасте 55 лет?» Гномы переглянулись. «Пятидесятилетный Векара!» «Ничего не понимаю!» Санта-Клаус удивился. «А конверт с письмом сохранился?» спросила вдруг Нора. «А можно взглянуть на него?» Пришло письмо, нашлось в кармане жилетки Санта-Клауса. «Так я и думала, так я и думала!» «Письмо отправлено пятьдесят лет назад, да и бумага выглядит совсем старой!» вступила в разговор Финна. «Я понял!» выкрикнул Санта-Клаус. Письмо потерялось, завалилось на почте куда-нибудь за шкаф и пролежало там все эти годы. Вероятно, в этом году на почте была большая уборка и вот письмо обнаружили. «Подумай только, каково пришлось Векаре!» «Он наверняка вообразил, что Санта-Клаус забыл о нем», сказала Тара. «Векара уже пожилой человек. Как нам теперь быть с подарком для него?» «Тум-тум-тум!» Звуки невидимого барабана становились все громче. «Это на крыше!» прошептала Нора. В это мгновение компьютер начал трястись и потрескивать. Со стола в разные стороны полетели дискеты и гномы бросились искать укрытие. На экране компьютера появился маленький сердитый старикашка, который прыгал вверх-вниз. «Компьютерный вирус!» закричала Бертобит. Послышался громкий хлопок и все стихло. Шум прекратился и монитор погас. «Короткое замыкание!» прошептал Юха. «Смотрите! Ёлка!» крикнул Вилли. И все бросились к окну. Деревня погрузилась во тьму. «Вот это история!» воскликнул Санта-Клаус. «И кажется, она уже стала затягиваться!» На ёлке одна за другой взрывались лампочки. «Смотрите!» 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 «Там!» На крыше громко крикнула Нора. Высоко на крыше в свете северного сияния скакал маленький старичок со странным барабаном в руках. «Да это же шаман!» «Самский колдун!» воскликнул Санта-Клаус. «Что ему от нас нужно?» «Назлюка, крюка, закорюка, гномы меня заметили!» «Хоть я и отключил у них электричество!» Заворчал колдун. Он опустил свой колдовской барабан на конек крыши, ударил костью по поверхности барабана и начал что-то выкрикивать. «Шаман! Смотрите! Смотрите на него!» «Шаман колдует!» «Свет небесный! Не сияй! В эту банку полезай!» прокричал шаман и вынул из кармана пустую банку из-под варенья. «Свету нет! Тьме! Привет!» выкрикнул шаман с заклинания и подбросил пустую банку вверх к небесам. И поразительно северное сияние так стремительно просто нырнуло в стеклянную банку шамана, что тот потерял равновесие и свалился с крыши в сугроб. Весь народ побежал задом. Шамана нигде не было видно. От него остались только следы. Старичок ускользнул в сопке, заверил всех Санта-Клаус. «Возьмем оленей! С ним и мы легко его настигнем! По такому снегу без лыж он далеко просто не уйдет!» Но в хлеву их ожидал сюрприз. Шаман заколдовал и оленей. Длинный аркан так крепко связал их рога, что они никак не могли освободиться. «Ах, теперь он точно уйдет вперед!» Заметил Юха. «Эти узлы не так-то просто развязать!» «Ой-ой, бедные Олежки! На вас смотреть жалко! Даже на тебя, стариногром!» Рассмеялся Санта-Клаус. Когда, наконец, узлы развязали, Санта-Клаус вспряг грома в самские сани. Он тоже намеревался отправиться в погоню, Хотя это и было опасно для его здоровья. «Никакое лекарство не поможет твоему носу до Рождества, Если ты не останешься дома!» Предупредила его миссис Клаус. Но Санта-Клаус никак не мог остаться. При ярком лунном свете Шаман брел по направлению к сопкам. «Ну что, остались с носом!» Санта и гномы пыхтел он. «Ловко у меня получилось погасить северное сияние!» «Жаль, что не могу погасить эту чертову луну!» «Этому не учат на курсах колдунов!» Вдруг до него донесся звон бубенчиков с горы. «Ох, ах ты, крюкозлюка да крюка! Это же Санта! Как он осмелился отправиться в погоню!» Вскоре гномы увидели шамана. «Мы тебя окружаем! Сдавайся!» Закричали они. «Не могу понять, Почему шаман хочет нам навредить?» «Навредить!» Размышлял Санта-Клаус. «Все-таки они спокойные люди!» Изо всех сил шаман бросился к равнине к сопкам. Теперь вниз к другому склону. Но расстояние между ним и гномами сокращалось. На полугом месте сопки сани настигли его. Шаман резко повернулся. «Эй, он снова колдует! Крепко держитесь за сани!» Закричал Вилли. И точно шаман торопливо читал заклинание. «Копытом северный олень пусть ударится о пень! Кто за мной сейчас идет, пусть отправится в полет!» И в это мгновение гром споткнулся о деревянную корягу. Гномы вылетели из саней в сугроб. А Санта-Клаус описал дугу и плюхнулся прямо в ручей. Сам же шаман оказался накрытый санями. «Барабан шамана! Немедленно хватайте его!» Кричала Нора и бросилась к барабану. Но шаман проворно выскочил. Из-под саней ухватился за барабан. Началась яростная схватка. Дети тянули барабан в одну сторону, а колдун в другую. «Гном! На помощь!» Закричал с ручья Санта-Клаус. На потревоженный ручей страшно было смотреть. Хватка шамана ослабла. И он бросился на утек так стремительно, как позволяли ему его коротенькие ножки. Агрикола и дети вытащили из ручья промокшего Санта-Клаусу. «Скорее домой! Санта обледенел!» скомандовала Нора. Гром летел просто как ветер. Но борода Санта-Клауса вскоре зазвенела. Там были длинные сосульки. «Апчхи! Апчху!» чихал Санта-Клаус. «Хо-хо-хо-хо-хо!» «Гонусавил смущенно Санта-Клаус. «Ах ты, козлик, козлик!» – сокрушалась миссис Клаус. «Как? Как с такой температурой ты не можешь отправиться раздавать подарки? Постельный режим, по крайней мере, неделю и пять дней по пол-литра горячего лопухового сока». «Ой, беда!» – тяжело вздохнул Санта-Клаус и вытер салбопот. «Агрикола, ты можешь сообщить эту неприятную новость всем гномам? Теперь вам придется позаботиться обо всем без меня». «Ну, разумеется!» – ответил писарь. «Последний раз Санта-Клаус брал больничный сто лет назад, когда ему отрезали на ноге лишний палец», – рассказал Агрикола детям, когда они шли. «Но нет худа без добра, ведь мы избавились от шамана. Его колдовской барабан теперь у нас», – добавила Нора. «Без него шаману попросту не удастся доставить нам неприятности». Но они не заметили одну маленькую рождественскую елку, стоящую на углу склада. «Ага, избавились? А, вот вы так думаете, спасибо за подсказку!» – проговорила елка и исчезла за углом. «Отличная москаревка!» – Залюка-крюка-закарюка. Возвращаясь обратно, дети увидели какую-то фигуру на крыше дома собраний. «Смотрите, рождественская елка лезет в дом через слуховое окно!» – закричал Вилли. «Все понятно! Это шаман, и он вернулся за своим волшебным барабаном!» – догадалась Нора. «Ах, а барабан как раз там! И сейчас там никого нет!» – заметил Агрикола. Слишком поздно злорадно проскрепел шаман и выскочил наружу в своем елочном костюме. «Схвачусь за веревку, как тарзан, и нырну вниз головой из слухового окна, и барабан снова мой!» В своем гениальном плане он не учел только то, что другой конец веревки не был прикреплен как надо. «Бах!» – рухнул старичок прямо на свой волшебный барабан. Старичок попытался скрыться, но гномы знали свою деревню намного лучше шамана. Они сбегались отовсюду. Санта-Клаус услышал, что происходит. Он выглянул тогда, когда шаман бежал прямо к его конторе. «Туда нельзя! Нельзя! Там подарки для векоры!» – закричал Санта-Клаус. Но было уже поздно. Шаман ворвался в контору и рухнул на большой письменный стол Санта-Клауса. «Хватайте шамана!» И тут все гномы столпились в дверях мастерской. Шаман лежал на полу, а вокруг него по всей комнате валялись письма с пожеланиями подарков. Одно из них упало прямо на нос шамана. «Ничего себе! Да ведь это же мое письмо!» Шаман, скорее всего, сильно ударился головой, шепнул Вилле Санта-Клаусу. Письмо векоры принял за свое собственное. «Это не твое! Это письмо маленького векоры!» – сказал Санта-Клаус. «Нет-нет! Это действительно мое письмо! Я есть маленький векора!» «Ну, точнее был! Теперь я уже большой векора!» «Мне было пять лет! Я был очень добрым, когда послал Санта-Клаусу свое пожелание!» Но ответа так и не получил. Я ждал год, два, ответ не приходил. Подумал, что Санта-Клаус очень занят, поэтому набрался терпения и ждал. Обо всех моих соседях Санта-Клаус почему-то не забывал. Я ждал пять-десять лет, а потом, наконец, разозлился и решил досадить Санте. «Твое письмо мы получили два дня назад!» – загомонили гномы. Санта-Клаус, чихая, рассказал шаману о том, как нашли письмо на дне мешка, как все удивились, что бумага пожелтела, и как много-много лет назад письмо потерялось на почте. Шаман с изумлением слушал. Потом, когда мы стали гадать, что же ты пожелал, все решили, что каждый гном-мастер должен сделать тебе свой подарок. Все они лежат вот-вот на этом столе. «Мне?» – Рубка спросил шаман. «Все эти подарки для меня?» «Вообще-то я не рассчитывал на подарок». «Тогда что же означает твой рисунок?» – спросил Санта-Клаус. «Там я сам, маленький векора, и на мне одежда гнома». «Я хотел стать гномом, чтобы помогать Санте», – объяснил старичок. «Маме мой рисунок очень понравился». «Значит, ты хочешь стать гномом?» – спросил Санта-Клаус. «Конечно, это было моим заветным желанием, и я по-прежнему хочу этого». «Но теперь я, пожалуй, слишком стар», – вздохнул векора. «Послушай, многие гномы немолоды. Это не беда. Так что, если ты все еще желаешь присоединиться к нашим гномам, добро пожаловать». На лице векоры появилась счастливая улыбка. «Я стану гномом! Векора гном! Вот это да! Я могу в это Рождество поехать вместе с Сантой раздавать детям подарки». «Ну, ты можешь раздавать подарки только без Санты. Сейчас он болен и должен лежать в постели», – вздохнула миссис Клаус. «Эх, боюсь, что так и есть», – закашлялся Санта-Клаус. «Длюка-крюка-закорюка! Да я это всего-навсего! Простуда какая-то! Фу! Я векоробьюн! Могучий саамский колдун! В один момент выгоню из себя твою хворь! А ну-ка, принесите мне мой волшебный барабан!» Нора и Вилли сбегали за барабаном. «Тум-тум-тум-тум!» – бухал барабан. На этот раз его звуки уже не пугали. «Хворь, ангина и простуда! Убирайтесь прочь отсюда безо всяких докторов! Санта снова будь здоров!» Санта-Клаус потрогал лоб, недоверчиво пошмыгал носом. «Чудеса дай только! Хм! Ни насморка, ни температуры! Чувствую себя совершенно здоровым!» «Но только икота появилась!» Санта смеялся и икал. И вдруг где-то на полу кто-то громко зачихал. «Смотрите!» – закричали деда. «Дети! Простуда перешла на кота Килле!» «Это самое заклинание на икоты изгнание!» «Как теперь все это заговор на изгнание кошкиной простуды!» «Еще чуть-чуть!» – бормотал векора. «Хватит, хватит! Не надо больше заклинаний!» «Со смехом все замахали на него руками!» Олени тянули сани Санта-Клауса, переполненные подарками. Сочельник уже наступил. Гордый и счастливый векора сидел в санях рядом с Санта-Клаусом и любовался мерцающими на небе звездами. Вдруг он встрепенулся. «Стойте! Стойте! Остановите сани!» «Ну что там еще?» – удивился Санта. «Я кое-что забыл!» – ответил векора и вынул из нагрудного кармана искрящуюся стеклянную баночку. «Северное сияние! Совсем забыл о северном сиянии!» Он открутил крышку и, весело посвистывая, северное сияние прыгнуло вверх на небо, где радостно заплясало. «Ах ты злюка-крюка за крюка! В смысле счастливого Рождества во всем мире!» – крикнул векора. «Векора Вьюн. 55 лет. Родился у подножия сопки вертушки. Шаман, саамский колдун. Волшебные фокусы, анекдоты, рисование, хоровое пение – все это его хобби. Есть вспыльчивый, проворный, настойчивый, часто ругается, любимое выражение – злюка-крюка-закорюка. Любимая еда – паштет из брюквы, грибы, мед и пончики с вареньем. Но и не хватает несколько зубов. Шаслево ходит два.